Занятие спортом на свежем воздухе в лучах заходящего солнца, по мнению Ольги Пановой, замечательная идея. Девушка присоединилась к проекту в прошлом году и с нетерпением ждала его продолжения этим летом. Физро на улице – это очень хорошо. Тут как бы комфортно заниматься, много народу, ты не один тут. И это один из поводов выйти на улицу, потому что дома, ну, мало кто занимается дома физрой, а здесь это организовано. Ритмичная музыка, рекомендации тренера и минутные перерывы между упражнениями, чтобы отдышаться и сделать глоток воды. Если раньше человек не дружил со спортом, то час интенсивных тренировок может показаться вечностью. И чтобы не сбежать занятий, нужно правильно распределить нагрузку. Если ты приходишь в первый раз, самое главное – не переусердствовать, иначе потом будет все болеть и не захочется потом идти. То есть лучше начинать постепенно, и тогда тебе все понравится. Самое главное – получить удовольствие от этого. Легкая разминка, чтобы разогреть мышцы, а затем уже работа в быстром темпе. Наклоны, отжимания, прыжки. Все упражнения просты и знакомы всем со школьных уроков физкультуры. Ольга Белошицкая разработала программу тренировок с учетом возрастных и индивидуальных особенностей всех участников. Становимся, рукой тянемся просто в уголок. Тоже, ну, вот в темпе. Для выполнения упражнений не требуется никакого дополнительного инвентаря. Главное – слушать свой организм и помогать ему. Для этого нужно записывать, сколько сделал подходов сегодня, чтобы в следующий раз увеличить нагрузку. Это позволит за три недели тренировок улучшить физическую форму. Вот для чего в школе физкультура? Для того, чтобы поддерживать себя в нормальном состоянии физическом. Вот мы здесь вместе этим занимаемся. Все. Здесь нет цели похудеть или потолстеть, накачаться. Здесь есть цель просто нормально себя чувствовать. Курс тренировок рассчитан на три недели. И если есть желающий присоединиться, то это легко можно сделать на любом этапе. С собой нужно принести коврик и бутылку воды. А главное – желание сделать свою жизнь немного другой и найти в ней место для спорта. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.